В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. В Самаре следователи выясняют причину смерти 30-летней женщины. Она скончалась в одной из больниц города 6 сентября. По данным следователей, с мая этого года женщина находилась на лечении в больнице имени Пирогова после того, как родила там тройню и делали кесарево сечение. После этого около месяца назад ее перевели в другую больницу. Состояние пациентки улучшилось, затем снова начало ухудшаться. Обнаружились проблемы с легкими. Женщина дышала через аппарат, но врачи не смогли ничего сделать и пациентка скончалась. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствию предстоит выяснить изначально причину смерти женщины и впоследствии будет устанавливаться, квалифицирована ли ей оказывалась медицинская помощь как в одной, так и в другой больнице. Проверка только начата, следствию предстоит еще опросить, впоследствии, если дело будет возбуждено, и допросить медицинских сотрудников. В Нефтегорске вооруженный мужчина ограбил салон сотовой связи. Добычей грабителя стали почти полмиллиона рублей. На записи с камер видеонаблюдения видно, как в помещение забегает человек в маске и угрожая продавцам ножом. Требует положить деньги в пакет, после чего скрывается. На ограбление ушло буквально 10 секунд. Задержали 25-летнего преступника уже на следующий день. Мужчина признал свою вину. Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Задержанного взяли под стражу. В ближайшее время дело передадут в суд. Установить его личность помогла грамотная работа со свидетелями, которые запомнили, что незадолго до преступления в торговую точку заходил похожий мужчина, оформлявший сим-карту. Сотрудники органов внутренних дел установили личность подозреваемого, установили место его нахождения и задержали мужчину. По данным оперативников, все похищенные денежные средства задержанный передал своему другу, который спрятал их в лесополосе. Полицейские изъяли деньги и вернули законному владельцу. В Самарской области в ДТП пострадали 8 человек. Авария произошла на трассе Самара-Бугу-Руслан в Похвестневском районе. Столкнулись три автомобиля «Вазовская десятка», «Приора» и «Кия». В результате столкновения два пассажира «Приора» и мужчина от полученных травм скончались на месте. В больницу были госпитализированы две женщины и четверо мужчин. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Грузовая «Газель» разломилась пополам. Все произошло на улице Ташкентской в Самаре во время движения автомобиля прямо посреди проезжей части. На месте аварии скопилась пробка. По предварительной версии, у автомобиля не выдержала рама, так как «Газель» была сильно перегружена. В Самаре вновь с рельсов сошел трамвай. Это произошло утром в районе Постникова-Оврага. Вагон следовал по пятому маршруту в час пи, когда горожане добирались на работу. ЧП произошло с одним из новых вагонов, который в начале лета вышел на маршрут. На месте аварии работали сотрудники трамваяно-троллейбусного управления. До ликвидации последствий схода трамвая с рельсов другие вагоны курсировали по укороченным маршрутам. Долги сомнительного происхождения в почтовых ящиках самарцев оказались вот такие странные квитанции. Неизвестные лица, именующие себя ИП Мазурин-ПМ, просят погасить задолженность за коммунальные услуги, якобы оказанные неким ОАО ПТС-сервис. Это сразу вызвало у жителей большие сомнения, так как контора с таким названием давно ушла с рынка ЖКХ. Как нам сообщили в Департаменте городского хозяйства и экологии, эти квитанции вполне могут быть частью мошеннической схемы и призвали граждан проявлять бдительность и не оплачивать мифические долги. 145 тысяч пачек контрафактных табачных изделий не дошли до потребителя. Подделку обнаружили самарские полицейские в одном из гаражей на улице Новосадовой, где и осуществлялась продажа. По данным силовиков, на упаковках не было соответствующих маркировок, подтверждающих качество продукции. Силовики задержали 35-летнего мужчины, который продавал контрафакт. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками Управления экономической безопасности проводятся мероприятия, направленные на пресечение сбыта немаркированной табачной продукции, а также выявление каналов поступления данной продукции в Самарскую область. Житель Самары судился со службой эвакуации за повреждение его автомобиля. Машина сорвалась в самом начале эвакуации, когда ее еще не успели полностью оторвать от земли. Фирма признала вину своего сотрудника и предложила возместить ущерб за повреждение переднего правого крыла. Но пострадавший посчитал, что ущерб значительно серьезнее. Судебная экспертиза его версию не подтвердила. В итоге сумму ущерба суд определил 126 тысяч рублей. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok